Девушки отдыхают Крымский мост Программа, которая наводит мосты В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины Ты один мне поддержка и опора О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык Эти строки Ивана Тургенева я выучил еще в школе Но понимание сказанного пришло позже, когда осознал Слова обладают большой силой Они способны созидать или разрушать К сожалению, разрушений в последние годы было много Пора строить, наводить мосты, подбирать правильные слова И говорить на языке, понятном для всех Это программа «Крымский мост», где в виртуальном пространстве Встречаются интересные люди, чтобы обсудить важные темы Со мной в студии в Симферополе Галина Юрьевна Богданович Профессор, доктор филологических наук И мы с радостью приветствуем наших коллег в московской студии Здравствуйте! Я приветствую всех телезрителей и телеканалов Сити-ФМ и русскими В московской студии работает Любовь Курьянова Русский язык знать нельзя забыть Или русский язык знать нельзя забыть Вместо запятой в этом предложении Сегодня я предлагаю расставить вам Уважаемые слушатели Оставляйте свои комментарии Относительно нашего разговора На сайте www.ruskelir.tv Сегодня мы будем обсуждать Быть или не быть русским языком в Украине Станет ли русский язык вторым государственным Или исчезнет совсем Ответы на эти и многие другие вопросы Мне поможет найти мой сегодняшний гость Владимир Иванович Аннушкин Доктор филологических наук Профессор, заведующий кафедрой Юргической словесности и межкультурной коммуникации Государственного института русского языка Имя Александра Сергеевича Кушкина Владимир Иванович, здравствуйте Добрый день Геннадий, если вы позволите То мы хотели бы начать разговор здесь У нас в Москве Поскольку есть актуальное событие Которое состоялось не так давно В Государственной Думе Где, кстати, присутствовал Владимир Иванович И обсуждались вопросы О состоянии положения русского языка на Украине Владимир Иванович, ваши ощущения? Уважаемые коллеги Здравствуйте Здравствуйте Всех вы нас слушаете 24 марта в Государственной Думе Состоялся замечательный круглый стол Он назывался О русском и русскоязычном движении на Украине Я имел счастье присутствовать на этом круглом столе Который продолжался, наверное, более пяти часов Или примерно пять часов Там выступали политики очень значительные И с русской стороны, и с украинской К сожалению, не было выступлений ни одного русиста И я, как человек, может быть, не очень смелый Готовый выступить Но не решился в шестом часу этого круглого стола взять слово Вот сегодня я хочу передать вам свои впечатления от этого круглого стола И постараюсь сделать это очень кратко Затем написав, может быть, хорошую и большую статью для газеты «Русская правда» Вот несколько экземпляров у меня здесь лежит Значит, первое впечатление Что бы я сказал, подняв руку в Государственной Думе И сказав нашим политикам Больше всего мне ненавистен страх розни мира сего Это слова Сергия Радонежского Мы все должны быть объединены Любовью друг к другу Которые нам и преподаны в образе Святой Троицы Мы все разные люди Мы разные народы Но нам предписывается объединяться И политикам должно сказать следующее Политикой есть общение Обратите внимание на филологическую составляющую этого определения Политика – это коммуникация, это связь И политикой есть искусство объединять людей Здесь я цитирую выдающегося русского философа Зарубежья Ивана Александровича Ильина Умеют ли наши политики объединять нас Я почувствовал, что умеют, но плохо Потому что круглый стол закончился все-таки несколько разобщенным Почему разобщенным? Потому что в основном были суждения о том, что плохо И было суждение о том, что нужно сделать для того, чтобы объединить людей Объединить с помощью наших реальных предложений И вот теперь как филолог хочу сказать Что должно быть? Конечно, народы и языки должны объединяться Каждый человек, столько раз человек, сколько языков он знает Вот у меня здесь книга «Язык и жизнь» Я ее написал пять лет тому назад И сейчас Любовью Николаевну говорю Вот у меня статья о Крыме «13 счастливых дней в Крыму» Вот идея, которую я зафиксировал в следующих словах Когда языки распри позабыли Надо, чтобы все языки и все народы И мы жили с таким ощущением Что чем больше знаешь ты языков Тем более ты расцветаешь как личность И всякое общество расцветает в связи с этим А дальше будем решать конкретные вопросы И конкретные задачи И вот мне показалось, что украинская сторона Здесь дает нам очень много реальных предложений То есть я бы более недоволен Я бы сказал такой официальной И несколько пассивной позиции российской стороны Скажу откровенно Но и все мне понравилось в позиции украинской стороны Вот укажу конкретно Председатель русской общины на Украине Шуров Сказал так Не верь, не бойся, не проси Как можно с такой позицией выступать в отношении своего партнерства Верить надо прежде всего Верить в то, что мы сможем решить все проблемы Не бойся Правильно, не бойся никого кроме Бога Действуй, предлагай Конечно, не надо вставать в позицию какую-то униженную Действительно, Михаил Александрович Булгаков Помните, что писал? Никогда никого ни о чем не просить И так поступают всякие хорошие государственные деятели Мы должны быть в отношениях братства и партнерства Очень хорошо понимая позиции друг друга Вот эти позиции я предлагаю сегодня отсюда Совершенно с вами согласна И я хотела бы обратиться к украинскому гостю К Галине Юрьевне Галина Юрьевна, скажите, есть ли надежда на то, что русский язык станет вторым государственным на Украине? Как вы считаете? Добрый день, уважаемые коллеги Вы знаете, этот вопрос о русском языке как втором государственном Ставится достаточно давно И чаще всего он возникает именно тогда, когда у нас проходят выборы К сожалению А для профессионалов, для филологов, для лингвистов Которые занимаются подготовкой наших студентов, например Которые обучают по специальности русский язык и литература Этот вопрос, в общем-то, не праздный И мне кажется, что именно с политической точки зрения к этому относиться нельзя Поэтому, когда мы говорим о единстве То, да, безусловно, все эти розни между народами – это преступно, это плохо Вместе с тем нужно уважать соседей, которые рядом с тобой существуют И нужно поддерживать те традиции, которые уже, в общем-то, были приняты Поэтому на нашей крымской земле, как ни на какой другой, этот вопрос становится очень актуальным И, конечно, решение его в достаточной мере будет зависеть от мудрости наших руководителей Я бы так ответила на этот вопрос А мы, филологи, мы, конечно, со своей стороны постараемся сделать так Чтобы вопрос о русском языке, быть ему или не быть Он, в общем-то, получил нужную поддержку с нашей стороны В любом случае, филологи-русисты делают все от них зависящее Чтобы русский язык, как таковой, на территории Украины, я думаю, был полноценным языком Языком, который не превратился бы в суржик Языком, который бы сохранял свою норму Языком, который бы был поддержан многими людьми Кстати, на территории Украины большая часть населения говорит именно на русском языке И поэтому, хотим мы того или не хотим На территории Крыма, например, русский язык считается языком коммуникативного общения Межнационального или как-то по-другому его назовите Не важно, но в любом случае мы говорим в большинстве своем именно на русском языке Если отвечать на тот вопрос, как вы его поставили, второй государственный язык Ну, это вопрос, наверное, опять-таки, хочу сказать скорее к политикам, нежели к нам А то, что касается популяризации русского языка Определения его роли в Крыму То здесь мы делаем достаточно много, учитывая нашу специфику Например, совершенно очевидно то, что на территории Крыма, например, проживает свыше 120 различных этносов Которые бережно хранят свою культуру и стремятся развивать свой язык Даже если это этносы малочисленные Доминирующими этносами на территории Крыма признаны русский, украинский и крымско-татарский И я хочу сказать, что именно филологи достаточно много делают для того, чтобы на этой территории Наши дети, наши жители могли полноценно владеть этими языками Если говорить о русском языке, то, конечно, достаточно много мероприятий проводится на территории Крыма И именно с Россией, например, фестиваль «Великое русское слово», который мы также будем проводить совместно с нашими коллегами Ну вот, наверное, такие размышления Я могу достаточно много говорить на эту тему Могу даже презентовать некоторые наши наработки, которые касаются популяризации русского языка, обучения и многого другого Студия, пожалуйста, если у вас есть конкретные размышления на этот счет, я готова поддержать их Дарья Юрьевна, с вашего позволения, я добавлю несколько слов Конечно К позиции российской стороны Причем буду говорить не о том, что может быть уже сделано Потому что сделано действительно много Мы проводим также международные олимпиады по русскому языку У нас есть много контактов межличностных с украинскими коллегами Мне кажется, что требуется гораздо больше контактов между нами, как коллегами И требуется интенсификация человеческого языкового образования общества Что я имею в виду? Наше общество плохо представляет, какую роль играет язык, слово, речь для организации вообще национальной жизни Вот сейчас мы здесь, в русском мире, организовали радиопередачи «Слово правит миром» И основная идея этих передач – показать обществу, что владение языком и межязыковые контакты, межнациональные контакты Способствуют расцвету каждой нации То есть вот для того, чтобы развить, например, русский язык Мы занимаемся не только русским языком, не только русскими культурно значимыми текстами Не только изучаем Пушкина, Грибоедова, Анну Ахматову Мы должны знать также китайский язык, английский язык, французский язык Вне всякого сомнения, мы с большим уважением и знанием относимся, например, к украинскому языку Вот я об этом мог бы говорить очень много Потому что украинский язык плотью и кровью вошел в мою жизнь Начиная с детства, я пою украинские песни, пел их в хоре МГУ Служил вместе с украинскими хлопцами в Ленинградской области Затем занимался историей Тийской духовной академии И, например, замалчивать какие-то факты, касающиеся истории науки, считаю, ну просто неправильными Раз уж был малороссийский язык, значит о нем так и надо говорить, как о Малороссии И вот, что можем мы сделать? Кроме того, что мы проводим олимпиады, конкурсы Был такой призыв, вот на этом круглом столе в Государственной Думе Что мы мало ведем вот эту информационную пропаганду, достоинство, пользу русского языка Запад предлагает украине множество тренингов, всяких лидерских программ Мне хочется сказать вот сейчас публично, что Институт русского языка имени Пушкина Так же, как и фонд «Русский мир», наверное, он нас поддержит Мы можем предложить множество программ, касающихся риторических тренингов Тренингов словесности, лекций по русской филологии, по истории русского языка Но вот не таких, я бы сказал, классических, студенческо-засушенных лекций Мы можем это делать на научно-популярном уровне Нам необходимо показать красоту, величие русского языка И здесь скажу еще следующее такое философское положение, может быть Все языки равноправны Вот существует 120 языков на территории Крыма Значит, все языки должны быть уважаемыми Так же, как существуют тысячи языков национальных меньшинств Ну, может быть, сотни на территории России Но, тем не менее, языки неравноценны И русский язык является языком образования Языком межнационального общения Почему? Ну, потому что реально так сложилось Русский язык – язык великой науки, великой культуры Мы вправе этим гордиться И делаем это со скромностью и смирением И нельзя это замалчивать А вот если мы хотим развить, например, украинский язык То не надо замалчивать его контакты с русским языком Потому что украинский язык только разовьется от того, что он будет контактировать и с русским языком, и со всеми другими языками Геннадий, я не знаю, как вам Мне очень нравится, когда на нашей передаче это дело доходит до реальных предложений И уже до каких-то даже близких к осуществлению этих программ и целей Безусловно, у Галины Юрьевны есть очень интересное дополнение к сказанному Вы знаете, мне очень сложно не согласиться с тем, что сказал Владимир Иванович Потому что это все близко, это все то, в чем мы живем Это то, в чем хотелось бы получить поддержку Потому что действительно, очень много программ, грантов идет из Западной Европы, из Америки А вот из России, которая является нашим стратегическим партнером Практически ничего, мы только на личных контактах проводим достаточно большую работу И вот с Российским университетом дружбы народов И с коллегами, которые там работают, с Московским университетом Но вот тут я хотела бы сказать, что действительно Надо больше, наверное, популяризировать русский язык И оговорить о том, какую роль он играет, например, для развития других языков Не секрет, что крымско-татарский язык длительное время оказывался как бы неудел Поскольку не было возможности его развивать И вот этот вот словарь, который мы сделали Такой вот словарь называется «Шири круг» Это учебный, тематический русско-украинско-крымско-татарский словарь Который сделан для фактически начинающих По известным в Институте русского языка имени Пушкина методике Русского как иностранного Но в данном случае, именно учитывая регенерирующую роль русского языка Вот здесь мы и популяризируем крымско-татарский язык Мы популяризируем украинский язык Вот, то есть те языки, которые важны для Крыма Как доминирующие языки, на которых говорит большая часть населения Поэтому мы хотели бы, наверное, больших контактов Со своими коллегами из Москвы, из России И они у нас есть, у нас есть контакты с различными школами И с Волгоградской школой, и с Петербургской школой, и с Вологодской школой И многие к нам приезжают на конференцию межкультурной коммуникации Которая вот состоится уже десятый год в этом году, юбилейная в конце мая И мы обсуждаем ряд вопросов, которые связаны именно с этим Вот именно с этим Может быть, мы недостаточно популяризируем Я надеюсь, что в этом вопросе мы найдем с вами, наверное, точки соприкосновения И будем как-то заниматься этим лучше Владимир Иванович, вы затронули тему общества и язык Вы знаете, я помню времена, когда книга была достойным подарком Когда редкую книгу давали буквально на несколько дней, чтобы человек успел прочитать Но сейчас такой современный поток информации У человека нет желания, да и возможности читать хорошую художественную литературу Скажите, это сильно влияет на качество русского языка? Вы знаете, я бы ответил на ваш вопрос словами своего учителя Столетие со дня рождения которого недавно праздновалось Это Николай Иванович Лебан Самый старейший профессор Филологического факультета Московского университета Была выпущена книга в 850 страниц его лекций Расшифрованных его вдовой и учениками Вот Николай Иванович спрашивает Уже, наверное, на десятом-десятке его жизней Как он относится к интернету? Как он относится к этим новым средствам, техническим информациям? И он отвечает Конечно, пока вы молоды Вам интересны эти мелькающие картинки Интересно, наверное, сунуть провода в уши Но чем больше вы будете жить, тем больше вы будете понимать И в конце жизни придете к тому, чтобы раскрыть книгу и почитать Потому что чтение книги – это совершенно особый процесс Вот обратите внимание, сейчас вы нас слушаете И очень хорошо, что устная речь Она вот воспринимается Это живое общение Но вы не можете сейчас меня остановить И попросить Обождите, дайте-ка я подумаю, поразмышляю над вашими словами А если вы держите в руках книгу Вы испытываете наслаждение Медленного размышления над тем, что там написано И вот не надо торопиться читать Я, например, противник скорочтения Надо уметь размышлять над книгой Снимешь с полки Ивана Николаевича Толстого Раскроешь на любой странице И читаешь Вот хотя бы полчаса в день Надо читать хорошую литературу Вот мой совет Крымский мост Программа, которая наводит мосты Владимир Иванович, более ста лет назад Люди говорили, это не моя печаль Сейчас эта фраза звучит по-другому Это не мои проблемы Лично я для себя понял, в чем отличие А вы как думаете? Мне хочется услышать именно ваше мнение Неудовлетворительно Я думаю, что все должно быть в контакте Между мною и тобою Я сейчас говорю обобщенно Конечно, таким образом построено Что проблемы всякого другого человека Это мои проблемы Главный тезис общения Возлюбив ближнего своего, как самого себя Поэтому надо быть внимательным К проблемам другого человека Если вы спрашиваете А разница между фразами Это не моя печаль Или это не мои проблемы То, конечно, слово печаль Красивое русское слово В которое надо было жить Не печальное содержание Мы все бываем печальны Но нам предписано Радуйтесь и веселитесь В любые трудные моменты вашей жизни Это сказано в Священном Писании Господом нашим, своим ученикам А вот не мои проблемы Это, конечно, какая-то калька с английского языка Вот хочу сказать о великом английском языке Я очень люблю английский язык И с удовольствием копирую американских ораторов На курсах риторики Но надо понимать Что изучение всякого другого языка Дается для того, чтобы вы развивали свою личность И свой национальный язык Поэтому вот развить украинский язык невозможно На мой взгляд Без знания русского языка Когда пишется о языковом противостоянии Вот здесь в этих бумагах Государственной думы То я просто испытываю чувство шока Мне кажется, что когда случилась перестройка Когда мы все стали национальными государствами Появилась колоссальная возможность Для всеобщей любви, мира, дружбы и развития А вместо этого куда мы попали? Мы попали в состояние раздрая В состояние конфликта И в то время как Европа объединяется Мы с вами почему-то разделяемся Надо срочно менять вот эти все философские корни Наши взаимоотношения Владимир Иванович Я в отношении ваших слов Хотела бы задать вопрос Галине Юрьевне Есть мнение, что проблема русского языка Раскалывает Украину по национальному признаку Вы согласны? Я согласна, потому что в свое время Это было достаточно давно Была запущена, судя по всему, политическая технология Именно вот на этот счет И она с успехом функционирует каждый раз Как я уже говорила сегодня Во время выборной кампании Накануне ее Потому что многие политики Как раз решили политизировать этот вопрос И ставят во главу угла Именно разделение по языковому принципу И желают привлечь голоса Русскоязычной части населения К сожалению, это отражается на населении Не лучшим образом И мы, филологи, это не поддерживаем В Таврическом национальном университете Который я представляю Ведется обучение студентов По специальности русский язык и литература Это один из немногих вузов Где сохранена эта специальность И мы, конечно, хотели бы Чтобы у нас была более тесная связь С Россией, с русским миром Чтобы к нам приезжали известные филологи Может быть, для чтения лекций Для проведения мастер-классов Для каких-то других форматов наших встреч Я знаю, что вот такая встреча проводится С журналистами В формате А3 Есть такой специальный клуб И для нас это полезно Но очень хотелось бы вдохнуть Именно дух русскости В тех наших студентов Которые решились обучаться На этой специальности Потому что не секрет Ну, не всегда она пользуется спросом Как бы этого нам не хотелось Мы хотели бы, чтобы на нашу специальность Русский язык поступали Более подготовленные абитуриенты Но сегодня, наверное, и время другое И отношение к времени другое Но нам, конечно, хотелось бы Вот сохранить этот дух А эти традиции Эту литературу Это искусство Этот язык Которые на территории Крыма Да и на территории Украины В общем-то Имеют колоссальное значение Ну, в твою очередь могу сказать Что фонд «Русский мир» Поддерживает очень активно Украину Открывает там русские центры Кабинеты русского мира А также отдает гранты Вашим коллегам-филологам Галина Юрьевна, еще один вопрос Скажите, вы как профессионал Как оцениваете знания русского языка Вашими политиками? Хорошо ли они говорят по-русски? Какую оценку вы бы им поставили? Вы знаете, вы задаете мне провокационный вопрос Потому что, чтобы выступать Вот на такую аудиторию Конечно, нужно провести какое-то исследование Чтобы оперировать конкретными фактами Но не секрет Об этом пишут все И говорят все Что, к сожалению, ни русский Ни украинский язык В должной мере не используется Ну, наверное, неправильно сформулировала Они используются чисто Они используются с ошибками И вот культура речи страдает И ни по-русски, ни по-украински К сожалению, наши политики хорошо не говорят И вот надо, конечно, этому учить И в этом мы видим Какой-то вот такой вот Еще один путь Еще один мост Для наших контактов Для наших связей Ну, может быть, как-нибудь Мы даже мастер-класс проведем В прямом эфире Специально для Ваших политиков Владимир Иванович А что Вы скажете о наших политиках? Вы знаете, я бы, может быть, в основном согласился с Ганиной Юрьевной Но я добавил бы следующее Все-таки вот орудием политика является язык И язык, слово речь Это инструмент его деятельности На войне говорят пушки А в политике и в дипломатии говорят слова И всякий политик должен очень хорошо понимать Что речь это орудие С помощью которого он добивается успех И в этом смысле Вне всякого сомнения Всякий политик приходит к власти Вследствие того, что он Хорошо говорит Правильно выстраивает свои речевые действия Более или менее Правильно мыслит То есть всякий политик предлагает идеологию Которая выражена словами А вот сам тот факт Что наши политики здесь плохо понимают Что прежде всего Они занимаются политической словесностью Политической риторикой Как искусством убеждения Вот то, что они это недооценивают Это ясно видно по их деятельности А вот информационная война Идет со средствами речи И запад как раз наступает на нас И выигрывает у нас вследствие Психологические войны Холодные войны Вследствие того, что побеждает нас С помощью языка С помощью методов подачи информации С помощью public relations И так далее Это то, чему нам надо учиться И, конечно, нам неплохо бы Представить какие-то мастер-классы Насколько мы можем сделать это Грешные филологи, доктора, тренеры Как сейчас говорят Для наших политиков Мне кажется, что мы здесь филологи Немножко проигрываем Надо нам показать обществу Какое значение имеет язык в жизни человека Потому что вот с какими тезисами Мы здесь выступаем в русском мире Каков язык, такова и жизнь Стиль речи, стиль жизни Начните говорить хорошим языком Начните людям давать добрые, мудрые, умные Объединяющие мысли А не разделяющие Тогда жизнь изменится Владимир Иванович, от высокого К более низкому Повторю свой вопрос Как вы оцениваете знания русского языка Нашими политиками В том числе и руководителем нашей страны Я бы сказал так В ответе на ваш очень смелый вопрос Я полагаю Что руководители нашего государства Президент и премьер Это скорее всего На сегодняшний день лучшие ораторы В России Потому что на самом деле Вот политик Это я говорю не для того, чтобы сделать комплимент власти Человек занимает Какую-то высшую руководящую должность В следствии того, что оценивается его речь А затем происходит следующее Всякий политик, например, мелькающий на телеэкране Появляющийся Не будем говорить Низкие какие-то уничижительные слова Он получает в конце концов Реальный речевой опыт И он привыкает быть на телеэкране Выступать У него уже нет какой-то скованности Волнения Он чувствует себя спокойно Он спокойно говорит Вот мы с вами, Гарри Юрьевна, я думаю Более волнуемся, чем наши политики Потому что для нас сидение перед телекамерой Это, в общем-то, не столь обычное дело Как для Владимира Владимировича Или для Дмитрия Анатольевича И, по моему ощущению, они стали хорошими ораторами Но для этого требуются, конечно, еще и какие-то природные дарования Как писал Михаил Васильевич Ломонов Я думаю, что они есть у всякого человека И в том числе у наших политиков И они действительно реально развелись И вот всему этому мы, филологи, можем сделать Теоретическую и историческую культурную подкладку И рассказать нашим политикам Что главный в их деятельности Это политическая словеска, политическая риторика Владимир Иванович Великий режиссер Андрей Тарковский На съемках учил актеров не говорить правильно Ведь в жизни так не говорят Значит, мы имеем право на ошибку И в каких случаях? Послушайте, вы процитировали моего любимого кинорежиссера Я очень рад, что это очень вкусно Конечно, конечно Сначала правильно жить А потом правильно говорить У меня сейчас девочка пишет диплом На тему стилистика фильмов Андрея Тарковского Стилистика и зеркала Ведь у Андрея Тарковского хорош тем, что он воплощает В своем творчестве стихи своего отца Арсения Тарковского Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого И ярче краска у слепца Когда отыскан удал зрение И ты при вспышке озарения Собой угадан до конца Значит, самое главное Вдохновение, вспышка озарения А не то, что ты говоришь Значенные молчания, значенные паузы Я думаю, что я объяснил свою позицию Спасибо Я хочу обратиться с вопросом к Галине Юрьевне Галина Юрьевна, скажите В Крыму понятно, что население в основном русскоязычное А вот каково живется людям Которые любят русскую культуру Русскую речь На западе Украины Говорят, что тяжелее всего Скажите, вот их права как-то вытесняют Ущемляют ли? Вы знаете, для того, чтобы отвечать на ваш вопрос Надо жить на западной Украине Именно той жизнью, которой они живут К сожалению Когда к нам приезжают проводить какие-то мероприятия Касающиеся жизни Крыма, например Или западной Украины На западную Украину приезжают Привносится хаос определенный в жизнь местного населения Поскольку местное население гораздо спокойнее Относится к тем проблемам Которые надумывают иногда в большей мере наши политики И получается такая ситуация Что вот здесь вот нас немножко возбудят Различными действиями Уезжают, а нам здесь жить и работать Поэтому я хочу сказать Что может быть не так остро звучат те проблемы Которые ставятся людьми со стороны Которые наблюдают за этой ситуацией Нежели они на самом деле существуют К счастью, я была на западной Украине И не так давно И я бываю там довольно часто У меня есть друзья, не только филологи В Ужгороде, во Львове Я с ними дружу, я знаю, как они живут Я знаю, как живет то население Мои родственники довольно часто бывают на западной Украине И я хочу сказать, что там довольно спокойное и толерантное отношение И к русскоязычному населению И к крымчанам в том числе Нужно разъяснять Нужно говорить людям, что если есть какое-то недопонимание Если есть какие-то непонятные фрагменты Надо выяснить, что это такое Надо спросить, надо разузнать И нужно рассказать прежде всего о том, что у вас есть И тогда люди все понимают хорошо На западной Украине, например, в Ужгороде, в Закарпатье Там такая же ситуация, как у нас в Крыму Там тоже проживает очень много представителей разных национальных меньшинств И каждый из них также очень хочет поддерживать и сохранять свой язык И там нет абсолютно никакой проблемы, на каком языке ты говоришь И разница с Крымом лишь та, что на той территории языком коммуникации является украинский язык, государственный язык Но к русскому языку тоже относятся очень хорошо, спокойно и толерантно И если будешь говорить по-русски, тебе всегда все ответят, помогут, подскажут и направят туда, куда нужно Там и венгерский есть, и словацкий язык, и румынский, и много других языков, которые существуют на этой компактной территории Поэтому мне кажется, что вот бытует вот тот стереотип проблем, которые в обществе складываются Но разрешать их надо в том числе и филологам И вот здесь прав был Владимир Иванович, который сказал о том, что нужно продумать философию речи Философию именно Именно то, чтобы вот к этому вопросу были привлечены не только политики, а и словесники в том числе Потому что от этого очень много зависит Владимир Иванович, вы выступаете с лекциями в разных городах Вы обсуждаете проблемы культуры русской речи И переезжаете из одного города в другой И скажите, вы видели и маленькие города, и большие, и развитые Политическая ситуация, экономическая, стиль жизни, уклад жизни Сильно влияют на культуру русского языка? Да, у меня всякого сомнения Знаете, я очень люблю ездить И, конечно, больше всего люблю ездить по России Но, наверное, также надо сказать, что, конечно, с великим удовольствием бываю в Крыму И в Киеве Ну, конечно, был в Одессе И занимаюсь изучением филологии и истории филологического образования, например, в Новороссийском крае Не могу не вспомнить имя великого филолога Константина Петровича Зеленецкого Профессора Решильевского лицея Который реформировал филологию, русскую филологию, русскую словесность В середине 19 века Вот этими вещами всеми надо заниматься Политика и экономика влияли на словесность, на язык Вне всякого сомнения Во все времена Но также и язык влиял на состояние политики, экономики и состояние умов И у меня есть один классический пример, который я люблю приводить Когда матушка Екатерина Великая пришла к власти То она в конце царствования сделала замечательную новацию Она с помощью своей подруги, президента Академии науки Екатерины Романовны Дашковой Приказала писать словарь Академии России И все, и политики, и экономисты, и ученые Занимались созданием словаря русского языка Для чего? Для того, чтобы обеспечить чистоту русского языка Вот можете себе представить Что в обществе так будет пониматься роль и значение языка Что если мы язык с вами устроим Устроим его грамматику Устроим его риторику По старинному витийству Устроим стихотворение То есть творение стихов Писался словарь национального языка В основном на основе национальных слов Вот еще что очень важно Значит я не против заимствований в русском языке Русские люди, украинцы точно так же Любят заимствовать все иностранно Вне всякого сомнения Но затем все переделать по-своему Вот мы должны очень хорошо понимать Что наша культура такая с любовью Принимающая все чужое Но затем выстраивающая свой собственный облик И вот величие нашей культуры И величие украинской культуры Состоит в том Что мы с готовностью принимаем Все культурно ценное А затем перерабатываем И создаем свой новый облик И поэтому у меня очень оптимистическое настроение Относительно нашего будущего Никакой баллонский процесс нам не страшен Мы все равно останемся с нашими русскими корнями Мы сможем все сделать так, как было Все правильно Владимир Иванович, можно сказать, что каждое поколение Это свой стиль, своя культура речи 50-100 лет назад люди говорили по-другому А какой исторический период вам лично более близок? Вы знаете, конечно, всякое время имеет свой стиль речи Но могу сказать следующее Одновременно всякое поколение взрослее Понимает, что надо опираться в своей деятельности В том числе речевой Конечно, на культуру А что такое культура? Культура – это сохранение всего ценного Что было сделано в прошлом И вот я вспоминаю своих учителей Как они повлияли на меня И любой молодой человек знает эти ощущения Хочется жить по-новому И вот по-новому эффективно и благополучно Можно жить только в том случае Если ты строишь свою жизнь на основе культуры и образования Если у тебя есть знания Если у тебя есть нравственность То тогда ты получаешь подлинное представление Об истинной красоте А затем Вот все твои мысли должны выразиться в слове И это, между прочим, та схема, которую предложил еще Ломоносов Нам дано благороднейшее дарование создателям Наш разум А разум затем выражается в сообщении наших мыслей Вот Ломоносов нам дал теорию коммуникации В середине 18-го века Вот так Скажите, пожалуйста, удовлетворяются ли потребности русскоязычного населения Людей, которые хотят лучше изучать русский язык В литературе, в учебных заведениях Вообще, где без проблем можно выучить русский язык на хорошем уровне? Я понимаю, что, конечно, вы приведете в первую очередь свой университет Но помимо этого, если говорить в общем об Украине Расскажите об этих учебных заведениях, пожалуйста Конечно, есть специальность, имеющая отношение к русскому языку В Киевском национальном университете в базовом вузе Украины Эта специальность осталась, но в такой формулировке Например, русский язык и английский язык Русский язык и украинский язык Или какие-то другие сочетания Русский язык, крымско-татарский язык Остались в других учебных заведениях Украины Это восток Украины, Луганск, например, и в Донецке есть Это некоторые... в Харькове, по-моему, есть тоже И есть специальность русский язык в Ужгородском университете Но в данном случае, если говорить о литературе русскоязычной То, конечно, здесь большие проблемы связаны Они не с тем, как достать эту литературу А прежде всего с финансированием, которого нет в учебных заведениях Это прежде всего И поэтому мы, конечно, пользуемся таким спонсорской помощью Спонсорским участием наших коллег из Русского культурного центра Которые предлагают нам... Иногда мы просим у них, чтобы они попросили в России Литературу новую по языку, по культуре русской, по литературе Чтобы прислали нам художественное произведение Ведь все-таки никуда не уйдешь Ведь русская литература — это колоссальный пласт Это колоссальная культура Колоссальная, на которой до сих пор учатся многие люди во всем мире И эта литература непревзойденная, на мой взгляд И поэтому, конечно, от нее отказаться ни в коей мере нельзя А наоборот, надо пополнять свой фонд, свой запас Теми сведениями, которые вот сейчас идут Учитывая и традиции, и учитывая то новое, что сейчас возникает Поэтому мы благодарны коллегам, которые нас понимают И поддерживают и предлагают возможность пополнения Своего библиотечного фонда, нашего библиотечного фонда в данном случае Владимир Иванович, известно, что культура языка впитывается ребенком Точнее, даже познается еще в семье, на ранних этапах жизни И большая ответственность на родителей А за пределами дома, ведь молодой человек может услышать Не только культурный русский язык, но и подростковый сленг Что он впитает в себя? Как поставить барьер? Как отделить хороший русский язык от современного, упрощенного? Очень серьезный вопрос ставите, и очень радостно, что вы его ставите Могу вам сказать следующее Что искус говорить на каком-то плохом языке На языке арго, на языке низком Наверное, испытал всякий человек в детстве и в молодости Потому что арго – это язык группы Язык нескольких товарищей, которые, может быть, хотят друг другу понравиться Поэтому выдумывают или употребляют какие-нибудь низкие слова Которые, как им кажется, их объединяют Но вот человек постепенно взрослеет и начинает понимать Что его настроение, весь дух и стиль его жизни состоят в том Как он пользуется словами, которые отражают состав его мыслей Его внутреннее состояние, его психологию, состояние его души И здесь очень важна позиция родителей Вот полагаю, что родители здесь должны быть чрезвычайно активны А сегодняшний родитель, ему некогда, он на работе Он сваливает все на учителей Нет, родители и учителя должны прежде всего следить за речью наших детей А как следить? Ну, как вам сказать? Надо быть активными, ответственными и напряженными в этом смысле Если ребенок, если подросток говорит или использует какие-то дурные слова Надо его остановить, во всяком случае найти форму Чтобы подросток этот фон, что, скажем, сквернословить нельзя А вот какую форму найти? Надо, чтобы он понял, что его любят Что его делают замечания, любят Что ему дают подзатыльник, а иногда есть что-нибудь более резкое Любят, чтобы его остановить, чтобы жизнь его в конце концов не съехала куда-то в канат Вот у нас сейчас в этом смысле есть некоторые равнодушия к нашим детям Или же боязнь, знаете, такая вот толерантность Когда вот будем терпимы ко всему, что происходит вокруг нас Я думаю, что надо иметь, конечно, большую ответственность всем за судьбу наших детей Потому что иначе мы теряем поколение И вот здесь опять ответственность Вот к Галине Юрьевне обращаюсь Огромная ответственность лежит на нас, учителях На нас, преподавателя Потому что мы должны смело говорить о том, что, скажем Сквернословие должно исчезнуть из нашей жизни А вместо этого мы слышим в наших средствах массовой информации Что все возможно И ставится вопрос, в том числе на нашем канале Культура А что, вот можно сквернословить? Может быть матом украшает русский язык? Нет Вот вообще-то полагаю, что надо больше говорить о хорошем языке Надо говорить о том, что у нас есть высокий книжный стиль Который может быть понятен всякому человеку Вот здесь не надо бояться каких-то высоких образцов словесности Русского романса, русской поэзии И, конечно, русский проза Между прочим, люди хотят этого Потому что они уже устали от низкости нашей речи Владимир Иванович, а средства массовой информации в деле сохранения языка Как духовного объединения нации, на ваш взгляд, играют только отрицательную роль? Или есть и положительные моменты? Очень хорошо ставите вопрос, Геннадий, очень вам благодарен Они должны играть, вот так, как вы говорите, объединяющую роль, раз И второе, они должны служить образцом и речи, и стиля жизни, и правил поведения Вот все так, как Тарковский сказал А средства массовой информации должны давать образцы жизни А вместо этого, какие мы видим образцы? Мы видим очень много криминальных фильмов О том, об убийцах, о бандитах, о разбойниках, об уголовниках Образцы хорошей семьи, если мы хотим решать демократическую проблему Они должны быть даны нам в нашем теле и радиовещании А вместо этого мы видим, как правило, только семейные конфликты Все какие-то дрязвы, все какой-то художественный вымысел Покажите нам, пожалуйста, хорошую семью А, между прочим, ее можно показать Вот я адресую, например, и вас, и нас к кинофестивалю «Семья Россия» Который проходит в Галиче, Костроме, в Москве Он начинается, присылают до двух тысяч замечательных коробкометражных фильмов Ну, часто любители присылают Но там можно найти очень много интереснейших образцов наших семей А что такое семья с точки зрения языка? Это прежде всего общение Вот я на этот счет написал несколько статей Язык семьи – основа нравственного совершенствования и объединения личности, общества Так что язык семьи – это чрезвычайно важная категория Которую мы, кстати, в нашем образовании по преимуществу не обсуждаем Но это особая тема Владимир Иванович, а может быть с русскоязычными средствами массовой информации на Украине даже ситуация и лучше? Давайте узнаем у Галины Юрьевны, вашей собеседницы Галина Юрьевна, что вы скажете по поводу русскоязычных и местных средств массовой информации? Как они преподносят русский язык? На каком уровне? Русскоязычные средства массовой информации Их гораздо больше, чем тех, которые выходят на национальном языке И нужно сказать, что в Крыму, например, вообще большая часть периодики выходит именно на русском языке Хотя есть и национальные газеты, печатная продукция и журналы Но в любом случае, если говорить, проанализировать то, что выходит То оно, конечно, на мой взгляд, не лучшего качества Я согласна с Владимиром Ивановичем, что он поднял те вопросы и о языке семьи, и о духовно-нравственных ценностях И о национальных приоритетах, и о традициях Это все очень важно, и обо всем этом нужно говорить, и нужно говорить постоянно Можно создать и рубрики определенные в этих периодических изданиях Но, наверное, у собственников нет желания это делать Потому что многие периодические печатные издания Они имеют соответствующего владельца А он сам политику свою выстраивает И эта политика не всегда бывает такой, какой нам хотелось бы И поэтому здесь вот мы имеем то, что имеем А, конечно, периодические издания, они разного типа бывают Они же и центральные есть, и региональные, и многие другие Но здесь, может быть, нужна и поддержка русского мира Который мог бы вот таким образом популяризировать духовно-нравственные ценности Русского народа, русского мира и русской культуры Вот, мне кажется так И очень много спорят еще и о том, что именно русскоязычная пресса на территории Украины Почему не на украинском языке Здесь ответить можно очень просто Любое издание на любом языке, можно его издавать, оно должно быть качественным И если материал, который там представлен, можно читать, можно о нем думать, можно размышлять И он будет читаться на любом языке, независимо от того, русский это или украинский Но вот пока складывается такая ситуация И все-таки в любом случае большинство печатных изданий на территории Украины Ну а в Крыму вообще Украина русскоязычная Вы знаете, мне хочется добавить к тому, что сказала Галина Юрьевна следующая Мечтаю написать статью исследования на тему философии СМИ, стиль жизни РФ Но также и Украины Потому что нам срочно надо менять и перестраивать философию жизни наших средств массовой информации Средства массовой информации должны, вот как мы сейчас говорим с вами, нести образцы жизни Нести больше положительной информации Включаешь ныне телевидение или радио, ты, как правило, видишь все только отрицательное Я не за то, чтобы искажать действительность Но средства массовой информации занимаются отбором фактов Этот отбор фактов должен нам представлять объективную картину Которая создавала бы комфортно-психологическое существование народа Пока что мы этого не чувствуем Мы чувствуем, что, посмотрев телевидение, хочется, если не застрелиться То, по крайней мере, приходит в какое-то грустное состояние духа Нам требуется улучшить психологический климат жизни в обществе Сделать это можно только с помощью языка Вот в этом и состоит роль и значение языка Владимир Иванович, вам огромное спасибо Вы замечательный собеседник Я думаю, что мы не можем и не должны на этом ставить точку Конечно, это будет многоточие Люба, вам низкий поклон за такого замечательного гостя и собеседника Мы получили огромное удовольствие И я питаю надежду, что мы встретимся еще не раз И в рамках нашей программы, и в этой студии в том числе Ну а подводя итог нашей встречи Честно говоря, хочется вспомнить и обратиться ко всем, кто смотрел и слушал нас Что есть слова пострашнее, чем порох Чем снаряд над окопными рвами Я советую людям при ссорах осторожнее быть со словами Мир устроен на этой основе и достаточно, в общем, серьезно О любом опрометчивом слове пожалеете рано или поздно Вы к словам проявляете терпение Не берите в расчет кривотолков Ведь от них остаются ранения, как от мелких, но острых осколков Которых и так слишком много в нашей жизни Москва, спасибо вам большое за эту интересную программу За этот замечательный диалог До встречи, спасибо 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 Спасибо